Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, впрочем, ничего нового, и сегодня мы с вами проверяем лайфхаки. По традиции, вы прислали мне в мой инстаграмчик лайфхаки, бьюти лайфхаки на проверку, и я что делаю? Делаю проверку. Логично? Да, достаточно логично, но на самом деле это просто нормально. Сегодня, как и в любой другой день этой рубрики, я проверяю только лайфхаки, которые претендуют на нормальность, потому что все мы с вами хотим чего? Мы хотим, чтобы все было просто и одновременно красиво. Поэтому люди, по идее, должны были придумать лайфхаки, но обычно они придумывают и генерируют какой-то бред. Ну да ладно. Проверяем сегодняшние лайфхаки. Прежде чем мы начнем, только обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай в себя уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Ты, скорее всего, все равно пропустишь, потому что ютуб, ну, он такой шалун, понимаете ли? Но ты все равно включи, потому что, может быть, пропустишь, а может быть, нет. И давайте уже начнем. Ну, что сказать, по традиции проверку лайфхаков нужно будет начать с чего? С лица. В общем, давайте посмотрим, какую перблуду сегодня мы будем с вами проверять на нашем лице. Все дело в том, что мы сейчас будем добиваться эффекта а-ля очень сияющего, но при этом не жирно-блестящего лица. А-ля это лайфхаки, которыми пользуется Кайли Дженнер. Что ж, давайте попробуем. Для начала нужно взять крем и нанести его кисточкой. Как говорят великие люди, дальше будут дальнейшие действия, поэтому я беру его. Спонж и я беру его. О, посмотрите, какой хайлайтер, какая сияшечка. Потрясающе. Сердечко это как бы знак любви, если вы вдруг не знали. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И наносим хайлайтер влажным спонжем на еще не подсохшую от крема кожу. Ух, чувствую, сейчас будет сиять так вот, так сказать, сиять. Как-то я думала, что будет сиять посильнее, если честно. Или хайлайтер не очень хороший. Видимо, его придется протестировать в инстаграме. Вы же знаете, да, у меня есть новая такая фишка инстаграма. Каждый день я тестирую какое-то средство и пишу в конце дня отзыв. Без, как говорится, смс-рекламы и прочего такого неприятного. Next step у нас будет использование тонального крема. Кстати говоря, скорее всего, этот тональный крем вам сейчас очень сильно понравится. Потому что именно такое впечатление у меня было о нем. Но я бы не стала верить тому, что вы увидите сейчас на экране. Почему? Потому что лучше зайдите в мой инстаграм и посмотрите, насколько этот тональный крем на самом деле хорош или не очень. Ну, знаете, если можно было бы описать то, что сейчас происходит на моем лице, я бы описала его таким емким предложением. Смешались вместе люди кони. В общем, говоря, тут реально какая-то сатана происходит. Так-то я на самом деле хочу вам напомнить, что данная рубрика на моем канале не призвана тестировать какой-то откровенный трэш. То есть, по идее, все, что я тестирую, оно, по идее, должно работать классно и на самом деле облегчать нам с вами жизнь. Но, видимо, в этом видео первый лайфхатск не удался. Полная какая-то, так сказать, приблуда. Никакого эффекта а-ля, как у нее на видео, я не вижу. Зачем вы обманываете людей? Зачем? Пробуем следующий. Как вы знаете, недавно я вернулась из Сеула. Конечно, в Корее было просто безумное количество каких-то классных и очень интересных моментов, но так как мы сегодня с вами говорим про красоту, то как бы на этом и хочется акцентировать свое внимание. В Корее очень распространена так называемая многослойная ступенчатая система ухода за собой. Это система, когда несколько средств поэтапно наносится как утром, так и вечером. Все это создано для того, чтобы добиться максимально классного вида и чтобы ваша кожа была максимально красивой. Вот насколько это возможно, настолько и красивой. Ну, соответственно, как у корейцев. Кстати, мужчины в Корее тоже следят за своей внешностью и тоже совсем не брезгуют всей этой историей. В общем, недавно я узнала нечто новое. И нечто новое это эффект чок-чок. Что такое чок-чок? Чок-чок это сияющая и увлажненная кожа. В Корее это самый настоящий тренд, и девушки, и парни обожают эффект увлажненной, такой немного детской, сияющей кожи. Это целый культ. Чтобы добиться эффекта именно чок-чок, то есть сияющей кожи, а не жирной, нужно выбрать ту косметику, которая предназначена именно для европейской кожи. Я нашла очень интересную косметику. Это, кстати, бренд Фуберлик, всем вам уже давным-давно известный. Они сделали совместную разработку с корейскими лабораториями Биоспектру. И получилось то, что сейчас я вам покажу. Смотрите, вот такие вот средства, которые называются Айсиул. Все очень просто. Из-за того, что это средство создано как с европейской, так и с азиатской стороны, оно получается идеальным. То есть по своему свойству оно подходит для европейского лица. Давайте сейчас все это протестируем и, собственно, посмотрим, что у нас получится. Гидрофильное масло создано для очищения кожи лица. Это очень легкое масло, которое нежно ухаживает за кожей и удаляет, кстати, макияж. Его нужно наносить в самую первую очередь на еще вашу сухую кожу лица. После чего ты все это добро смываешь теплой водой. Это пенка для умывания. Тут все достаточно просто. Берете пенку, наносите на влажную кожу лица массажными движениями и просто смываете. Эта пенка, кстати говоря, она не пересушивает кожу, что очень важно, и дарит просто ощущение чистоты. После того, как кожу мы с вами увыли, мы берем витаминный тоник для лица. Чтобы им пользоваться, достаточно просто нанести его на чистую кожу лица, которую мы уже предварительно подготовили. Этот тоник очень классно увлажняет кожу, ее питает и способствует борьбе с несовершенствами, то есть обладает накопительным эффектом. И после того, как этот тоник подсохнет, обязательно, кстати, нужно проверить этот момент, я беру активный крем для лица. Вот так вот он у меня выглядит. Этот крем помогает улучшить состояние кожи и снижает выраженность пигментных пятен, а также защищает кожу от агрессивных воздействий окружающей среды. Ну, собственно, какой-то такой результат получается. Видите, кожа очень хорошо увлажнена, у нее появился вот этот вот здоровый сияющий блеск. Короче говоря, реально очень топовый, мне прям нравится. Ну что сказать, этот лайфхак у меня не вызывает никакого доверия, и я больше чем уверена, что он не получится. Но знаете ли, у меня уже был опыт с керлером в одном из моих предыдущих видео на эту же самую тематику, и там керлер показал, так сказать, особую сисечную магию. Если вы не понимаете, о чем я, посмотрите это видео, когда досмотрите это. По идее, должна быть идеальная стрелка. Если у меня сейчас получится стрелка, я просто офигею. Поставьте вставку, получится или не получится, получится или не получится. Стоп видео, стоп видео, напишите в коммент, напишите в коммент. И момент истинный настал. Я сейчас буду открывать глаза. Скажите, пожалуйста, там получилось или не получилось, мне очень важно знать. Ладно, открываю глаз. Спасибо, не получилось Ладно, я дам второй шанс Этому лайфхаку Я возьму сейчас жидкую подводку И накрашу керлергей Минуточку Лабораторные исследовательские моменты Итак, попытка номер 2 Глаз номер 2 Ну я короче снимаю Хватит этого плохого пения И у нас и так на ютубе уже много плохой музыки Да Нет Это не работает Нет, это не то, чтобы не работает Это даже близко не похоже на то, что оно чисто теоретически может работать Эх, какая я была наивная, когда я доверилась этому лайфхаку А я же вам так доверяла Как-то у нас сегодня с лайфхаками не задается Но зато я хотя бы накрасила ресницы Нужно искать во всем позитив Знаете, что я хочу? Я хочу яйца Подождите Я очень редко хочу сладкое Но я захотела взять это яйцо Половина из вас ест, когда смотрит мои видео Почему я не могу есть вместе с вами? Ну камон А яйца это хорошо Следующий лайфхак будет весьма специфичен Потому что для того, чтобы повторить Нам понадобится карандаш и огонь Сначала карандашом чертится контур Обыкновенный губ Нарисовала усыки и организовала себе пропуск в трусыки Я тут снимаю видео, а он берет и играет с моими вещами Между прочим, вот с косметикой играет Почему ты это делаешь? Назову тебя пирожуля, узнать будешь Иди Шалунишка Так, пирожуля Я не знаю, как у вас, а у меня есть некоторые проблемы с зажигалками как таковыми Поэтому будет, наверное, сейчас представление А где огонь-то? Он же был! Да что такое? Главное, чтобы не капнула на себя эта фигня Так, окей, я подожгла этот карандаш Видите, он прям сплавился И набираем его на кисть Вот эту вот жидкую хрень, которая появилась Я не представляю, кто-то этого додумался И если честно, мне кажется, это не будет работать Но пока не попробуешь, не узнаешь Ну, что я могу сказать? Если честно Наверное, тут прикол именно будет в носкости этой помады Поэтому, пожалуй, я попью чай, например, сейчас Он вроде не пятнет Но если тут не будет какой-то супер гиперстойкости То совершенно бездарная просто трата средства Совершенно не по этому главным образом почему И еще мне интересно, а чем принципиально бы отличалось Если бы я просто накрасила губы черным карандашом тем же самым, да? Который для подводки создан Или вот растопила его зачем-то, наисла кистью Кстати, наносить очень неудобно, прям некомфортно Максимально странный лайфхак Чисто теоретически он работает Все получилось, все повторилось Дом не сожжен Все живы, здоровы И никто при этом не пострадал Ну, кроме вашего, конечно же, психологического здоровья Но это уже другая история Давайте поедем дальше Сейчас такой лайфхак вам покажу Он мне так понравился Как он выглядит Я прям реально сейчас буду надеяться, что этот лайфхак у нас состоится Смотрите, что нужно сделать Берем какие-нибудь блестящие тени Ну, например, я возьму золотистые И наношу Теперь я беру сердечко Которое вырезаю предварительно И наклеиваю его себе навека И теперь прям супер-мега осторожно Я буду его обводить О, черт, оно у меня отвалилось раньше времени Я хотела немножко сделать растушевку Но посмотрите, это же реально работает Посмотрите, как круто выглядит это сердечко Сейчас я его еще вот здесь так вот дотушую Вот так вот, вот так вот По-моему, выглядит вообще круто И главным образом это было сделать супер просто Думаю, у вас получится в самый первый раз Тут вообще ничего не нужно Просто два каких-то оттенка теней Не обязательно, чтобы они были как у меня, например Или как у девушки вот у той на видео Блин, мне реально нравится Это же так креативно выглядит И так просто главным образом было сделано Ну, хоть не зря, знаете ли, видео села снимать Что-то доработает уже хорошо Вам нравится? Блин, клево Знаете, я подумала и решила, что нужно все-таки с губами что-то сделать получше Потому что после вот этих вот глаз, которые, я не знаю, почему, но мне они просто безумно понравились Это так, блин, клево выглядят Ну, по крайней мере, в жизни это выглядит очень здорово На видео, надеюсь, не хуже Хочу переделать нафиг эти губы И сделать какие-нибудь другие Что вы скажете? Мне кажется, это очень хорошая идея Плохие новости, народ Короче, я обещала вам, что мы сейчас попробуем другой лайфхак для губ Но после того, как я стерла этот сраный карандаш для глаз, который я растопила И потом нанесла на губы У меня губы безумно сильно высохли И у меня такое чувство, что у меня сейчас их просто сорвет Они буквально высушены Вот высушены Поэтому, честно, не хочу ничего на губы наносить Сейчас наношу какой-нибудь увлажняющий бальзам Чтобы они просто не сдохли нафиг И давайте тогда сделаем лучше брови Потому что брови мы еще не проверяли А губы мы так или иначе проверили Короче говоря, не вздумайте Вот эту вот фигню повторять Не надо Проверяем брови Для этого нам понадобится Смотрите, что нам понадобится Так, нижняя грань О, господи И обводка сверху Типа вот так вот И дальше что надо делать? Так, у нас еще и вниз вот эта линия должна была уйти Извините А, вот, как раз она по нижней грани должна идти была Вот так вот Ага Теперь это совмещаем Что странно, этот лайфхак, конечно, выглядит запредельно бредово Ну, то есть это максимальная степень бредовости Но у меня нет ни одной претензии к этой брови Ну, разве что начало чуть-чуть более растушеванное сделают Но к лайфхаку это не имеет уже никакого совершенно отношения Короче говоря, очень-то внезапно прикольно Хорошо, что мы с вами брови в итоге решили делать Они, конечно, достаточно суровые И вряд ли мне они идут Но сам факт рабочего лайфхака работает Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось Обязательно ставьте лайки, лоисы, классики, пальцы вверх Как угодно Подписывайтесь на мой канал И включайте в себя вновления о публикациях Чтобы в дальнейшем ничего не пропустить И, конечно же, я жду вас и ваши идеи по проверке лайфхаков в моем инстаграме Подписывайтесь на мой инстаграм и на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok